Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Николай, и сегодня 23 февраля. Я хочу поздравить всех защитников Отечества, мужчин, которые служат, дедушек, которые уже отслужили, парней, которые только еще собираются служить. И хочу вам пожелать добра в семье, здоровья, чтобы у вас было, у вас, у ваших близких. Хочу еще пожелать, чтобы небо было чистым над нашей страной, над вашими семьями, чтобы не пришлось никому не воевать, чтобы это никогда в жизни нам не пригодилось. Так что давайте, ребята, всех благ и удачки. А вообще мы сегодня приехали на Симферопольское водохранилище. У нас сегодня повод какой? Посмотрим, сколько у нас воды. И у меня сегодня будут первые полеты на дроне. Так что сильно строго не судите. Я только учусь летать. Надеюсь, в дальнейшем будет получаться лучше. Не забудьте написать комментарий, как у меня полетать получилось, нет, что-то понятно там было или нет. Обязательно напишите. Вот, дорогие друзья, смотрите, воды у нас, конечно, совсем мало. Вот это вот, где я иду, уже должно быть все быть в воде. Тут что-то спасатели тренируются, там проверяют машины, наверное, как еще, исправности их пока они особо не нужны. И они машинки свои подготавливают для того, чтобы быть всегда готовыми для каких-нибудь вызовов или мало ли чего. Вот видите, они тут шуровали по какой дороге, для того, чтобы проверить возможности своих машин. А вот водички, вот как вы видите, ну, добавилось, конечно, ну, очень мало. В горах там снег лежит, еще растает, здесь еще чуть-чуть есть. Но надо, конечно, вот смотрите, сколько надо воды. Вот это вот тут уже так ориентировочно, глубина метра полтора должна быть воды. А еще до воды вон, сука. Так что давайте теперь пойдем на взлет и посмотрим сверху. Только не забывайте писать комментарии, как у меня получился полет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Так, ребятушки, вот как вы видите, мы пролетаем уже над водохранилищем. И вот тут вот эти вот пустые места, которые выглядят как поле. Это все должно быть заполнено быть водой. Вообще сейчас водохранилище заполнено на 7% всего лишь навсего. Но когда с гор вода растает, снег растает, вода придет, возможно, будет чуть-чуть больше. Вообще само водохранилище считается со дня его заполнения. В 1954 году его заполнили, и вот с того дня оно считается уже как бы было полным и рабочим водохранилищем. Когда Симферопольское водохранилище заполнено полностью на все свои 100%, Самое глубокое место водохранилище замеряли 38 метров. Глубина водохранилища в самом глубоком месте. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова